Общество инвалидов – особая организация. В Хасанском районе проживает 1400 человек с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети. И каждый ежедневно нуждается в помощи и поддержке. Вот уже 13 лет районное общество инвалидов возглавляет Наталья Корнейчук. Человек безграничной души, который не может представить себе жизни без общества. Однако никто другой знает, что людей с проблемами здоровья никак нельзя оставлять одних за своими трудностями. Как правило, они сами не обращаются за помощью. И я вот, допустим, знаю, что человек вот такой, имеет статус инвалида. И знаю иногда, ну, наверное, поскольку в своё время я большую часть своей жизни отдала медицине. Я, так сказать, бывший медработник, поэтому я очень многих знаю. И, конечно, бывает, и сама приеду, и позвоню, и узнаю номер телефона. Созваниваемся и спрашиваю, а что-то нужно. Мне неудобно, мне говорят, мне стыдно. Сегодня общество инвалидов помогает своим подопечным в решении самых важных вопросов – в лечении, в обучении, в трудоустройстве, в отстаивании своих прав и свобод. Но, как говорит Наталья Петровна, самое тяжёлое испытание для больного человека – это его одиночество, оторванность от жизни. Наверное, больше это вопросы одиночества, это раз, это первое, потому что у нас одиноких очень много. И каждому из них требуется внимание. Потом также юридическая помощь, да, бывает, нуждается. Но мы как-то вот выходим на юристов, нам как-то не отказывают. Да, мы обращаемся, и нам оказывают помощь бесплатно. Вот сейчас мы тесно работаем с нашей прокуратурой. Общество инвалидов Хасанского района является добровольной организацией, поэтому без помощи им просто не обойтись. В этом нелёгком, но важном деле им помогают предприниматели и коммерческие организации. По многим инвалидам мы обращались к Джамбулату Текиеву. Были тоже такие моменты, и он нам не отказывал. Овчинников, когда работал, тоже нам помогал. У нас много и поездок было. Помогали и Волкова нам помогала, Юрченко помогал, Никулина, Универмаг и П. Королёва. Подключились к работе с обществом инвалидов и депутаты Думы Хасанского округа. Эта категория требует внимания особого, потому что, как правило, эти люди мало заявляют о себе. Они справляются иногда со своими проблемами самостоятельно, но не всегда у них это получается. На заседании Думы, на заседании фракции мы эти вопросы подняли, чтобы депутаты на своих округах получили такую информацию более подробную, чтобы не получилось, что какой-то человек остался в стороне. Юридическое сопровождение, помощь в оформлении документов, психологическая поддержка и гуманитарная помощь – именно такие вопросы чаще всего приходится решать председателю общества Наталье Корничук. Она ежедневно обзванивает своих подопечных, чтобы узнать, чем им сегодня помочь, порой забывая о своих заботах. Её бескорыстный труд не знает выходных и перерывов, потому что помощь может понадобиться в любой момент. Наталья Петровна работает на общественных началах, то есть без оплаты. И оказалось, что она сама испытывает бытовые трудности, но скромно о них умалчивала. Человек, в общем-то, скромный, самостоятельно добирающийся на работу из Нерпы, выполняет обязанности добросовестно, ездит очень часто в край за той помощью, которую можно получить, и потом уже раздать тем людям, которые у нас проживают в Хасанском муниципальном округе. Но вдруг случайно узнаю, что эта женщина сама имеет проблемы, она не имеет стиральной элементарной машинки. И когда я об этом узнала, вот просто, вы знаете, ну, душа заболела. Наталья Васильевна рассказала об этом депутату Законодательного собрания Приморского края Джамбулату Текиеву. Тот сразу же отреагировал, и буквально на следующий день Наталье и Корнячук доставили новую стиральную машину. Сегодня у общества инвалидов Хасанского района ещё много проблемных вопросов, которые обязательно удастся решить, если люди не будут равнодушны к проблемам других, и протянут руку помощи тем, кто в этом нуждается. Хотелось бы, конечно, поблагодарить всех, кто с нами это время и работал, и работает. И я надеюсь, что мы будем работать вместе, потому что иначе никак нельзя. И всё-таки, да, сейчас декада. Но я как бы не хотела сказать, что это декада инвалидов. Наверное, больше это декада добра и милосердия. Поэтому всех от души благодарю. Я очень сильно вам всем прям благодарна за вашу помощь, за ваш вклад огромный. И если кто-то захочет помочь нам как-то, посотрудничать с нами, в чём-то оказать нам какую-то помощь, мы будем рады любой помощи. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Славянки. Новости Славянки.